Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, пользуясь тем, что по случаю болезни внеочередная моя такая очередь, я хочу закончить тему, которую я говорил в прошлый раз. Это Псалом 1 из 1 стиха. Псалом 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, собрание развратителей, вот обратите внимание, три ступени. Ходит на совет нечестивых, на пути грешных остановился, а в собрании развратителей капитально сел. Это уже финиш разложения, распада морального состояния человека. Я хочу обратить внимание, когда мы с вами читаем Библию, вот слово «развращение» развратился, оно начинается с первых глав Библии. Если вы хорошо помните, в 6 главе книги «Бытие», там самых первых стихов, там написано, «Когда люди стали умножаться на земле, и родились у них сыны и дочери, то тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что некрасивые, и брал кто какую хотел». И потом сразу заключение Господа. И увидел Господь великое развращение человеков на земле. Развращение. Нам очень трудно, братья и сестры, понять, в чем заключалось развращение. Я вот так в кулуарах слышу рассуждение об этом. Ну что, ну, увидел красивую и взял себе в жены. В чем же развращение? Недавно я прочитал книгу Дегтяренко. Так он там показывает, это было, он показывает сыновчие Божьих, как падших ангелов. И тогда становится понятно, что это было крайне-крайне развращение. И Господь положил, но эта тема другая. То есть уже в те времена слово развращение, оно звучало, и Господь постоянно напоминал. Второй случай, я тоже напоминаю, помните, когда Господь избрал Авраама, а потом народ израильский, когда он их вывел с Египта, и они остановились там, знаете, на горе, возле горы Синая. Я хочу обратить внимание, израильский народ настолько, видимо, видел руку Господа каждый день. Ну, братья и сестры, простой вопрос, чтобы прокормить несколько миллионов пустыни, это надо сколько туда по нашим вот машин или составов, чтобы возить продовольствие. Но там ничего не было, пустыня. И Господь 40 лет, братья и сестры, 40 лет кормил этих людей. Это было чудо. То есть они явно видели чудеса Господа. Они видели в Египте вот эти все казни. Там тьма, а у них свет. Там вот казнь, а тут тишина. Там младенцы, первенцы все убиты, а здесь все живы. Они видели. И когда они вышли, они вот прославили Бога. И вот они остановились у горы Синая, чтобы Господь дал им закон. Братья и сестры, помните, Моисей ушел на гору, народ весь окружал. Что характерно, земля вся пылала огнем. Это было настолько страшное зрелище, что в послании к евреям написано, и Моисей сказал, что я в страхе и трепете. Насколько Моисей привык к общению с Господом. Но вот эта вот картина, она привела его в страх. А когда Господь еще заговорил громом, но вот эти десятисловия, они все закричали к Моисею, скажи Господу, чтобы он не говорил с нами, ибо мы все умрем. Они испугались. И тогда Моисей пошел на гору, они вокруг, братья и сестры, 40 дней прошло. Моисей на горе. И они вдруг... Как они подошли к этому, я не могу это понять. Они тогда говорят, Арону не знаем, что с Моисеем, который вел нас. Делай нам Бога, чтобы Он шел впереди нас. Гора-то дымит. Гора находится в этом. Им надо Бог видимый. И написано, сняли они все серги, переплавили, сделали тельца. И там написано, они стали играть вокруг этого тельца. И говорят, вот Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. И тогда Господь там на горе, где находился Моисей, говорит, поспеши сойти с горы, ибо развратился народ твой, который ты вывел с Египта. Обратите внимание, состояние. Развращение. Поэтому, братья и сестры, во все времена жизни человеков на земле, когда мы просматриваем Библию, вот это развращение, оно проникает в народ. Ну, мы уже не говорим о языческих народах, которые не знали закона, которые не имели с Господом отношений. Они жили, ну, так, как хотели. Но что характерно, и израильский народ, он часто падал в страшное развращение. Развращение. Я хочу сказать, что такое собрание развратителей. Тут написано, блажен муж, который не сидит в собрании развратителей. Вот сегодня это собрание, да? Это собрание святых. К святым твоим, к дивным. Все желание мое. И наше желание сегодня к святым, к дивным. Мы пришли сюда, а кто-то идет в собрание развратителей. Что такое собрание развратителей? Братья и сестры, есть интересное место, когда стал вот царь Иосифа, Иосифа, он стал после монассии, который развратил абсолютно народ. Там написано, ворожил, гадал, вызвал мертвых. В мертвых написано, он наполнил Иерусалим до краев кровью невинной. Ну, беззаконной крайне. Потом его сын Омон, он всего два года, его убили и стал Иосиф. Ну, было шесть лет или восемь лет, когда он стал царем. И он стал прибегать к Богу. Посмотрите. Царь Иосиф разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем. Вот, братья и сестры, обратите внимание, насколько можно пасть в развращении при храме. Вот, братья и сестры, когда мы читаем Библию, чтобы подойти к храму, сначала было там скиния, вот первосвященник один раз только заходил во святое святых. Но это настолько святое место, и когда народ уходил от Бога, они настолько развращались, что в этом святом месте, где Бог положил, чтобы там было имя Его, они сделали дома блудилищные, и там происходил разврат в доме Божьем, в храме, при храме. Поэтому, братья и сестры, я называю это, когда плод человека развращается. Это чисто языческий, вот, когда мы читаем, вот, в Ефесе, вот, Диана, или велика Артемида Ефесская, при этих языческих храмах всегда находились вот эти блудилищные комнаты, потому что в этом было как бы посвящение. Кто читал книги вот о Вавилонском царстве, там особенно было такое, ну, посвящение плоти, это страшно даже говорить об этом, и развращает, развращается плод человека. Второе, когда развращается ум человека, братья и сестры, посмотрите, как Иоанне и Амре противились Моисею, так и сии противятся истины. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Вот интересно, ум развращается. Вот, братья и сестры, Бог дал нам твердое основание Слова Божия. Это было дано Израиле, вот так поступай, так живи. Помните, Иисусу Навину Господь сказал, да не отходит, книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, тогда ты будешь благоуспешен в путях своих. Это основание. Вот почему мы так часто собираемся. Вот почему братья постоянно побуждают, братья и сестры, приходите и в пятницу, во вторник и на разборы. Для чего? Да не отходит сия книга, чтобы она постоянно перед нами была, чтобы заповеди Господни не вошли в плоти кровь нашу. Вот этого хочет Господь. Когда мы от этого отходим, ну, вот, на разборе мы проходим, обольстился грехом, сегодня мы слышали, обольщение грехом. Когда дьявол нас обольщает, братья и сестры, дьявол всегда обольщает в красивой упаковке. Красивой упаковке. Он говорит, а что ты, ну, ты сегодня был на собрании, ну, хватит, отдыхай, посмотри телевизор, отдохни завтра на работу. Упаковка хорошая. И правда, я говорю, да я же уже все слышал, Библию я знаю, там будет кто, старик тот говорит, или еще кто-то, а не пойду. Это упаковка дьявола. И он таким путем нас отвращает. И мы потом ожесточаемся. Или кто-то из друзей, а ты что сегодня не был на собрании? Так, устал, отдыхал. Он так знает, этот человек начинает ожесточаться. И он может сказать, а ты что, указ мне? Что ты мне указываешь? Это ожесточение, братья и сестры. И вот человек, который развращается умом, это в основном касается еретического направления. Когда люди направляют взоры свои, вот посмотрите, сегодня у нас в Америке есть церкви, где, ну, однополые браки узаконили, это все нормально, разводы, это, братья и сестры, развращение умом. Я сейчас читаю книгу Макартура «Пасторология». Очень интересная книга, мне очень нравится, как пишет Макартура. И он там приводит такой простой пример, неприятный очень. Ему много пишут письма, он там по телевидению порой проповедует. И вот пишет, знаете, дорогой брат, я вот слышу вас, я хочу с вами посоветоваться, вот я живу, жена у меня, ну, у меня как-то тяготения нет к этому, у меня только что-то взгляды на животных. Ну, это ничего, я во всем у меня хорошо. Он пишет, и Макартура говорит, я на четырех листах ему написал, если бы ты жил во время закона, тебя бы должны побить камнями. Вот, братья и сестры, развращенный ум, он попал в такие глубины греха, развращения, и он оправдывает себя. Мы живем в это время. Поэтому, братья и сестры, люди, развращенные умом. Третья категория, развращенные уста. У меня есть книга Куксенко Юрия Федоровича «Мои воспоминания». Когда он жил в городе Фергане, он очень много проповедовал, я с ним много имел общения, очень хорошего общения. Он вошел в наше южно-казахстанское объединение, был одним из престизитов, мы постоянно с ним контактировали. Он сидел в это время в Фергане, и вот он рассказывает там, говорит, вот понимаете, братья, Курево, это постоянный смрад, но это еще терпимо, но когда весь день ты слышишь, что изрыгают их уста, это страшный разврат, и они все радуются. Братья и сестры, это люди развращающие уста. Смотрите, притчи 23 глава, 31 стих. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид, глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Это когда уста развращается, это, братья и сестры, вот картина, Соломон это показал, не смотри на вино, оно освободит твой язык, и ты заговоришь развратное. Еще следующий момент, когда развращаются нравы человека. Ну, нравы, я понимаю, словарь русского языка говорит, это обычай, уклад, характер общественной жизни, так словарь Ожегова говорит. Вот написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Худые сообщества, с кем поведешься, того и наберешься. Вот нам нужно проверить, с кем наше общение. Это особенно сегодня может больше касается молодежи. Они в школах, они бывают в колледжах. Сегодня вольность, сегодня молодежь пропагандируется к полной свободе. Нет ничего запретного, а мы живем по закону Божьему. Мы воспитываем своих детей то, что хочет Господь. Поэтому, братья и сестры, посмотрите, какие сообщества. Вот в Библии, прошлый раз я затронул, в седьмой главе книги притчей, там написано, Соломон увидел неопытного юношу, который шел по площади, переходил площадь. И вот навстречу ему шумливая, необузданная, там написано коварная женщина в одежде блудницы. Вот, братья и сестры, когда смотришь на этого человека, посмотрите, на ее нравы, нравы, она одета в наряд блудницы, ее речь шумливая, необузданная, ее поведение целовало юношу и с бесстыдным лицом предлагала ему свое общение. Впервые встретила молодого человека, кинулась его обнимать. Мы говорим, что это бесстыдство. Вот, братья и сестры, это нравы развращенных людей. Написано в одежде блудницы. Вы знаете, братья и сестры, я вспоминаю наш Советский Союз, и вот, когда он развалился, то наступило какое-то время относительной свободы. Каждый делал, что хотел. Я знаю, в газетах писали фотографии, по телевидению. В Москве кругом были такие собрания молодых девушек, которые себя продавали. И прям показывали в газете фотографии. Как только начинают смеркаться, они целой стайкой стоят, подъезжают машины, выбирают и уезжают. Они в одежде блудницы. У них очень короткие юбочки, у них декольте. Они делают все для того, чтобы привлечь к себе взгляды мужчин. Это братья и сестры. Нравы такие людей. Как можно участвовать в собрании развратителей? Интересно, надо обратить внимание. Смотрите, через среду вращения «Обращающий с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми развратится». Интересно, Соломон написал, «Если наша дружба с глупыми, мудрость заключается в том, что они стоят в страхе имени Бога. Они ходят по закону Господа. Глупый человек это все не принимает. Так кто дружится с ним, братья и сестры, развратится? Когда человек следует по стыдному примеру притчи 16-29, человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый». Друзья дорогие, я думаю, это мы многие с этим сталкивались, когда наши дети где-то изберут себе друзей в школе или в колледже, ненормальных, не имеющих страха. И мы замечаем, как наши дети, они же это скрывают, но мы замечаем, мы имеем чутье, они отходят от заповедей Господа, развращаются. Посмотрите, сыновья Илья были люди негодные. Посмотрите, отец им сказал, «Нехороша молва, которую я слышу, вы развращаете народ Божий Господин». Какое определение? Или видел своих сыновей, они были священники в Скинии, и когда там читаешь, у нас нет времени об этом, как они поступали при жертвоприношении, да приносили жертву, надо там тук сжечь, это мясо сварить, и что-то от этого отдается священнику. Они вначале подходили, «А ну-ка дай мне сырое мясо, на жаркое священнику, шашлык захотели». И они требовали, а израильтянин говорит, «Ну подожди, надо все сделать по закону». «Нет, дай теперь, если нет, то силой возьму». И написано, они отвращали народ Божий от жертвоприношения. Это братья-сёстры, вот что они делали. Какой вред душе от собрания развратителей. Я хочу обратить внимание, посмотрите, 2 Петра 2 глава 2 стих. «И многие последуют их разврату». Это Петр говорит о лжеучителе. Когда церковь начала развиваться, когда в Иерусалиме там, помните, Иаков говорит Павлу, сколько тысяч уверовавших. Это было сильное движение, ну, уверование в Господа Иисуса Христа. И тут же дьявол засылает своих агентов. Посмотрите, и через них путь истины будет в поношении. Эти люди, они жили из скорости, они искали прибытков. Недавно я читал книгу одного брата, который говорит обольщение, он приводил имена, он проводил в Америке, в Германии, в Европе, когда проходили такие шумные евангелизации, такие громкие, и он делает такое заключение, в основном они сводились, как больше собрать денег, не как больше людей привести к Богу, а как больше собрать денег. И через них путь истины будет в поношении. Таковые становятся преткновением и соблазном. Еще одно место Сафония 1,8. И будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя и всех внимательно слушайте и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Интересно, братья и сестры, часто я слышу такое заявление, особенно среди молодого поколения, когда братья-служители где-то делают замечание верующим, ну, твое внешнее как-то оно не смотрится, то порой так отвечает, Бог не смотрит на внешность, Бог смотрит на сердце. Обратите на этот текст, что они одеваются в одежду иноплеменников. Когда читаешь книгу Иосифа Флавия древности, там написано Иосиф Флавий Бен Матафи, он был священником, но после его катастрофы, когда вот он там, его чуть не казнили, и потом он стал историком императора Иосифа Флавия, и он одевался по-римски, он теперь был всадником, его государь поднял на высоту, и когда он являлся в Палестине, евреи называли его предателем, и говорит, не к нашему народу относится, только за его внешнее одеяние, одеяние. Я просто хочу рассказать такой пример, братья и сестры, как-то мне пришлось быть в Киеве, там было, это было, наверное, в 91-м или 92-м году, конференция Макартура, и со всех республик туда были направлены делегаты, я был делегатом от Южного Казахстана, вот мы там были в одной церкви, там несколько дней, а я слышал, что там есть церковь генерала Пухова, это улица генерала Пухова, ну где она находится в Киеве, я никогда не был, и вот я спрашиваю, мы хотели побыть в этой церкви, эта церковь, она как бы автономная, ну, нам сказали, вот идите вот туда, там есть 22-й автобус, садитесь на него, а там не знаем где, пошли мы, двое нас были, нашли этот автобус, сели на автобус, а где сходить мы же не знаем, и вот что мы стали обращать на людей, которые в автобус, братья и сестры, мы сразу отделили те, которые одеты в христианские одежды, и те, которые одеты в одежды иноплеменников, мы сразу увидели, это наши, это наши, это наши, которых никогда не видели, я помню, я подошел, я говорю, здравствуйте, здравствуйте, вы на собрание едете? да, на собрание, спасибо, мы за вами, и мы теперь за ними смотрим, а не только к выходу, мы за ними, одеяние, сегодня мы это немножко попираем, мы это отвергаем, мы смотрим проще на это, братья и сестры, поэтому люди, может быть, нас не отличают, не отличают, Христос в свое время провозгласил, невозможно не прийти соблазном, Луки 17, 12, 1, 2, Христос говорит, соблазны будут, и соблазны не постоянно и каждый день, стоит нам выйти за двери нашей квартиры и дома, пойти в магазин или куда, мы это сплошь везде видим, соблазны в речи, в одеянии, в поступках, в действиях, обратите внимание, но горе тому, через кого они приходят. То есть, братья и сестры, я не только могу быть соблазняющим, я могу соблазнять, если я нахожусь сам не в должном состоянии, если мои поступки и мои действия, и мои нравы, и мой характер, и моя внешность, она не говорит о том, что я христианин, и обращаю на это внимание, как избежать собрания развратителей, библейское воспитание в семье, обратите внимание, слово Господне об Ильи, 1 царств 3,13, я накажу дом его навеки за ту вину, слушайте, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. Братья и сестры, у нас в Чемкенте, когда я был диакон, занес диаконское служение, это молодой возраст, начало моего служения, у нас было постоянное дежурство диаконов во время собрания, церковь большая, где-то 500-600 сленов, представьте, что у каждого по 5, это самое малое, 7,8,10 детей, эта церковь наполнена детьми, почему атеисты так боролись за это, и вот когда они приходят, вот представьте, мы идем, и с нами еще 5,6,7 детей, и вот в собрании всегда братья диакона дежурили, ну, детей приводили в порядок, там, и порой дети между собой, знаете, там, ну, мы сразу, мы дежурные, мы служители, раз, подходишь порой к родителям, говорят, вот вас сынок очень плохо вел, он там кулаками на того мальчика, а вы что на меня, на нас смотрите, вы только нас видите, реакция родителей, вместо того, чтобы сказать, ну, я просто привожу один пример, братья сестры, это я своими очами видел, я иду по улице, там, у себя днем все, смотрю, идет девочка казашка, спокойно идет, навстречу едет мальчик, постарше немножко, на велосипеде, я издали вижу, так это ж наш мальчик, это наших верующих родителей, недалеко от нас живут, и он едет, подъезжает к этой казашке девушке и плюет на нее, она так, он плюет на нее, ему так весело, я подбегаю, как крикнул на него, он как увидел и ходил, у меня все тут, знаете, ну, пойду прямо сейчас домой, я прямо захожу домой, выходит мама, я говорю, вот такая история, вот сейчас только, на мои глаза, а он уже заскочил в дом и вот туда, скрылся в комнате, я просто хочу сказать реакцию мамы, она его вызвала, ну, что ты там, ну, что ты, не мог иначе, ну, так же нельзя, ну, что так, некрасиво так, а я стою, вот это и все, это было все, она его защищала, через несколько лет он сидел в тюрьме, они мне говорили, надо молиться, надо молиться, молчу я, то, что вы сеяли, вы теперь пожинаете, пожинаете, он сейчас в Америке, я с ним несколько раз встречался, он каялся, живет сегодня греховной жизнью вдали народа Божия, братья и сестры, когда в семье мы не приводим наших детей в порядок, согласно Слово, не обуздываем, слово то какое, если я сейчас бы не было в Библии, я бы сказал, ух, как ты грубо выражайся, так в Библии написано, что мы должны обуздывать наших детей, у меня был случай такой, точно такой, я во дворе занимаюсь, а там улица, там калитка, слышу что-то, там шум такой, я туда, девочка, забегаю, такая-то девочка проходила мимо, а мой сын старший подросток, камушки стал в нее бросать, я его завел в дом, конечно, он получил хорошую взбучку, потом вон моя жена, сидит, говорю, собирайся, бери его, а соседи недалеко, иди в этот дом, пусть он просит прощения, вот представляете, как ему этого не хотелось, я говорю, ты пойдешь, другого пути нет, и вот когда его привели в этот дом, и там вышли там родители, вот представьте, это называется обуздой, он там попросил прощения, есть такое выражение, как бабка шептала, перестал он это делать, это наша задача, братья, сестры, если мы хотим, чтобы дети наши воспитывались и не развращались, избегать общения с развращенными, Псалом сотый, четвертый, это слова Давида, сердце развращенное будет удалено от меня, это для нас всех программа, если мы соседи, если они развращенные, есть люди, молодые братья, сестры, вы учитесь в колледжах, и вы видите этих развращенных людей, сердце таковы, да будет удалено, от меня так говорит Давид, и если вы помните, братья, сестры, когда мы читаем вторую главу Деяния Апостолов, там написано, когда Петр много проповедовал, там было покаяние, три тысячи покаялись, и в заключении этой главы мы читаем такие слова, и другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода всего развращенного. Я думаю, братья, сестры, вот эта установка, которую Петр дал народу Божьему при начале основания церкви, это первый день основания церкви, три тысячи пришло, покаялись, приняли крещение, они составили первую церковь, и Петр им сказал, спасайтесь от рода всего развращенного. Я думаю, мы живем гуще этого, и мы должны это видеть. Я хочу назвать несколько моментов, как избегать собрания развратителей. Категорически отвергнут порно-сайты. Братья, сестры, мне несколько раз здесь в Америке пришлось встречаться с людьми, которые были поглощены этим. Я помню, сидел я с братом молодым, и он вот как на исподи открывал, я говорю, поймите, это хуже наркотика. Я настолько был привязан к этому, я не мог оторваться. Это для меня, я проводил все время, он после покаялся, на одной конференции выступал, он призывал молодежь. Я сегодня знаю, что не только молодежь, семьи, родители, отцы, матеря. Нам пришлось, живя в Фидаладельфии, прийти в один дом, она распадалась, семья. Дети были, семья распадалась. Когда мы говорили с супругами, я помню, задали вопрос, вы увлекались парносайтами. Они замялись, а мы знали, что они... Это было начало к тому, когда развращение разрушило их семью. Отвергнут бесконечное блуждание в интернете. от братья-сёстры. Я, наверное, не ошибусь, если бы сейчас сказать, братья, у кого нет тут с собой телефона, наверное, у всех где-то там лежит или что. Но что, к чему мы приходим, братья-сёстры, он стал крайне необходим на собрании. Там гимны записаны, там... Я хочу обратить внимание, недавно в одной газете, русской газете, было показано об этом интернете, и там была такая фотография, сидит семья, кушает обед. Отец, мать, и, кажется, двое или трое детей. Что характерно, они все были индивидуальны. Они все сидели с телефонами, там крутили, не обращали внимания. У них не было семейного общения. У них было общение с интернетом. Я хочу сказать, чтобы с нами этого не произошло. У меня есть внуки, и мои дети бьют тревогу. Мы, говорю, не знаем, что сделать дети. Я порой приезжаю к внукам, они еще не учатся. Я говорю, помоги мне с телефоном. Они раз-раз-раз мне все сделали, а я уже под 80 лет ничего не понимаю. Вы обратите внимание, но в этом интернете они найдут очень много грязи. Я невольно вспоминаю, у нас в Чемкенте на церкви прямо при входе вот входишь, такой был телефон и красный так перей. То есть, не разрешали братья заходить с телефонами в собрание. Оставляйте их там, дома, в машине. Мы уже потеряли, мы уже не можем это. Мы не можем без телефона. Я замечаю, пару раз нам звонят, мы выбегаем, там разговариваем. Я своим детям сказал, когда я на собрании, звонить бесполезно. Я не буду отвечать, я его ложу в машине. Братья и сестры, это те уловки, когда мы развращаемся абсолютная верность супругам. Супруги. Мы когда-то об этом никогда не думали. Я помню, когда у нас вот в нашем поколении брак, это что-то святое, это что-то на всю жизнь. Это никогда. Мы сегодня попали в семью, в страну, где-то свобода. Если тебе, помните, фарисеи задавали Христу вопрос, по всякой ли причине позволительно разводиться с женой. Это было просто. Нашел он другую, раз написал это письмо, отпустил, он ищет себе другую. Братья и сестры, эта волна сегодня захлестывает христианство. Я как-то, наверное, напоминал этот случай. Там, где я жил, в Казахстане, к нам приехала группа семей американцев. Это были братья-миссионеры. Это были очень хорошие семьи. Они учили русскому языку, мы с ними могли общаться, мы им помогали устраиваться. И мы с ними часто общались. И как-то я, вот, американцы приезжали, нам стало слышно, что в Америке есть такая, вроде, ну, мода или что, верующие люди, он имеет жену, и имеет, может, себе любовницу. И я этому миссионеру спрашиваю, слушай, Брент, вот мне сказали так или нет, вы знаете, что мне ответил? Очень хороший брат, я хочу засвидетельствовать, у него была большая семья, он жил по нашему духу. И он ответил мне так, к сожалению, многие пастора имеют любовниц. я чуть не упал. Там уже не говорится простых верующих. Многие пастора имеют любовниц. Братья и сестры, это такая система, это такая структура, к чему мы идем сегодня. Следующее, добрачное сожительство молодых людей. Братья и сестры, мне довольно часто приходится говорить сегодня с братьями. И братья бьют тревогу. Дети наши сегодня трудно подвергнуть контролю. Контролю. Я хочу сказать, свобода Америки и официально направление медицины, она говорит так, пока ты молод, пользуйся всем, это не играет, разрядка нужна. А когда ты придешь довольна возраст, чтобы создать семью, тогда избирай себе жену и живи. Это доктрина дьявола. Это не божественная доктрина. И сегодня верующие следуют порой к этому. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, те люди, которые подпадают в это состояние, мы порой никогда не узнаем, но о них получают, они остаются членами церкви, они могут петь в хору, они могут рассказывать, но у них нет дерзновения и полноценной жизни. Никогда не забуду такую встречу. У нас была одна семья, они уже прожили 20 лет, у них постоянно ссоры, скандалы. Сколько мне пришлось в этой семье быть? Другие братья. И вот однажды мы два пресвитера, потому что это две соседние церкви, они то там живут, то здесь, и мы пришли к ним домой. Они 20 лет прожили, дети уже старшие взрослые, те подростки, зашли в комнату, помолились, и вот они, вот, у нас жизни нет. И тогда пресвитер, который был со мною, постарше меня был, он сказал, скажите открыто, у вас не было добрачного сожительства. И тогда жена залилась слезами, поэтому вся причина. И муж подтвердил, причина нашей жизни в том, что мы согрешили. Братья и сестры, это наглядный пример. Второй пример, это тоже Средняя Азия, меня пригласили в одну церковь, я там проводил семейные беседы, хотел у семьи брака. Каждый день была какая-то тема, я становился пресвитер, я его хорошо знал, он постарше меня был, он был прекрасный христианин, пресвитер, служитель, член республиканского совета, и мы когда проходили эти общения, вечером приходили и чаевали такой радости. И когда была тема действия греха в жизни семьи, и мы пришли домой, я что-то смотрю, они к чаю нас не зовут, потом они вдруг заходят, закрывают дверь и говорят, нам надо с вами поговорить. Мы сели, и пресвитер начал говорить, братья, я один был. покоя, прошло очень давно, но я столько лет несу служение, но ни я, ни жена, мы не имеем покоя. У нас было добрачное сожительство, они стали мужем и женой, у них не было других людей, но вот сколько лет у нас нет покоя. братья и сестры, это была молитва, это было покаяние, это было исповедание, я хочу сказать, вот это, это развращение, оно никогда не даст нам покоя. И последнее, не допускать нецеломудрия в поведении, в одежде, дружба, попирающая все нормы. Вы знаете, братья и сестры, мы раньше это как-то свободно говорили, вот я хочу сказать, я даже боюсь об этом говорить, я много времени общался с молодежью, постоянно проводил с молодежью разборы, беседы, потому что я, как второй пресвитер церкви, курировал молодежь, и вот с ними говорили, они задают вопросы, и я всегда им говорил, молодежь, пока вы не вступите в брак, будьте крайне осторожны, не не обнимайтесь, не целуйтесь, не позволяйте вольности, сгорят ваши предохранители, и вы падете, вы падете. Братья и сестры, сегодня это страшно говорить, сегодня не поймут нас сегодня, что это, какая-то вроде дикость, это целомудрие. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, наше деяние, как мы ходим, как мы служим Богу, как люди на это отнесутся. И в заключение я еще хочу привести такой текст Священного Писания, Псалом 18, 13, 13-го «Кто усмотрит погрешности свои от тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Братья и сестры, великое развращение на земле, всякая плоть извратила путь свой. Я сегодня хочу обратить внимание, наша задача быть чистым от этого великого развращения. Не надо отбрасывать, как мы говорим, мелочи, как мы ведем, что мы говорим, во что мы одеваемся, это все пред очами Господа, пред очами Господа, чтобы нам быть свободными от этого великого развращения, которое сегодня царствует на земле. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Редактор субтитров